Какое государство признали экстремистами в России? Их, я бы сказал, главный прием — нанести свеклударно какое-то слабое место. Ученые КФУ получили грант Российского научного фонда. На что потратят деньги химики Казанского университета? Благодаря использованию таких вот чип-сенсоров мы можем работать с очень маленькими образцами и, соответственно, очень быстро их нагревать или охлаждать. В Казанском федеральном университете прошел ежегодный конкурс ораторского мастерства. Русская народная сказка. Чудесная лопаточка. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Дарья Стрелкова. Миноборнауки РФ прошло очередное заседание аттестационной комиссии под председательством заместителя министра Петра Кучеренко. В мероприятии принял участие и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Заседание прошло в онлайн-формате. Цель аттестации – это повышение эффективности подбора и расстановки руководителей образовательных организаций. В этот раз на рассмотрение аттестационной комиссии были представлены 12 кандидатур от 4 российских вузов, которые претендуют на руководящую должность. Ученые Химического института имени Будлерова получили трехлетний грант Российского научного фонда. Какие исследования проходят за дверями лаборатории, расскажет наш корреспондент. Решением Совета по гранту президента России в Химическом институте Казанского университета была создана лаборатория по сверхбыстрой калориметрии. Она изучает свойства различных веществ и материалов при охлаждении и нагреве с очень высокой скоростью – тысячи и даже миллионы градусов в секунду. А 15 октября ученые получили трехлетний грант Российского научного фонда. Идея нашей лаборатории изначально была использовать вот этот новый метод, это совершенно новый метод, который появился буквально 10-15 лет назад, для изучения широкого спектра проблем химии, включая кристаллизацию полимерных материалов, плавление биомолекул, испарение труднолетучих веществ. То есть это фундаментальные исследования, которые позволяют описать свойства материалов там, где это раньше не было возможно сделать. По словам Тимура Мохамедзянова, эта лаборатория – одна из лучших в мире по оснащенности и первая специализированная лаборатория в России. Большую часть оборудования для нее закупили в 2017 году в рамках мегагранта. Часть средств, полученных от научного фонда, также пойдет на закупку необходимых для исследования приборов. Когда мы пытаемся определить, например, температуру плавления каких-то лекарственных соединений, биомолекул, и мы их нагреваем на обычных приборах, и нагрев идет там минуты, десятки минут, вещества успевают обуглиться и разложиться, и мы не успеваем измерить их характеристики до того, как вот они испортятся, так скажем. Благодаря использованию таких вот чип-сенсоров мы можем работать с очень маленькими образцами и, соответственно, очень быстро их нагревать или охлаждать. А это позволяет нам моделировать те процессы, которые в реальности происходят в промышленности. Грант Российского научного фонда получили сразу несколько проектов лаборатории. Так, исследование кристаллизации различных материалов позволит точнее предсказать результат химических процессов, которые переводят вещество из одного состояния в другое. Например, насколько прочным и прозрачным получится изделие из различных видов пластика при 3D-печати. Полученные данные можно будет применить и в других отраслях. Где-то 80% новых потенциальных фармпрепаратов малорастворимы в воде и, соответственно, малодоступны. И для того, чтобы повысить их доступность, их производят не в кристаллической форме, а в аморфной. То есть, опять же, это переохлажденная жидкость застеклованная. Они будут лучше растворяться. И вопрос, насколько быстро они переходят вот в это малорастворимое кристаллическое состояние. В ближайшее время аспирант лаборатории Алексей Бузюров представит диссертацию об исследовании испарения труднолетучих веществ. Она станет первой диссертацией по химии в России, где будет широко использован метод сверхбыстрой калориметрии. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий прошел день открытых дверей в сотрудничестве с ТНЖ Групп. Казанский университет посетили представители одной из ведущих российских нефтесервисных компаний. На самом деле это очень приятно, что есть такая базовая компания у нас. Такие очень многие годы ТНЖ Групп была компанией, которая была продолжением Казанского университета. А вот были годы, когда я сам подавал еще, молодой ассистент, у нас было 100 человек на 4-4 группы. Ежегодный конкурс ораторского мастерства вновь прошел в стенах Казанского федерального университета. Тему продолжит наш корреспондент. Казанский федеральный университет вновь стал организатором ежегодного конкурса ораторского мастерства «Русское слово». Данное мероприятие проводится не первый год, поэтому организаторы с особой радостью приветствуют всех участников. Хочется отметить, что участие принимали не только студенты, но и ученики средних и старших классов. Дрение отдельного предмета в школах под названием «Ораторское мастерство» является неплохой идеей, так как ученики со школьной скамьи будут учиться грамотно и четко формулировать свои мысли, расширять кругозор и не бояться выступать на широкую аудиторию. Развитие навыков устной речи очень важно. Если введут, может быть, риторику, может быть, русскую словесность, или в рамках кружка, вот эти занятия как раз развития ораторского мастерства, мне кажется, это не будет лишним. Конкурс ораторского мастерства «Русское слово» определенно стал хорошей традицией в рамках ежегодного молодежно-научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню Русского Языка. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Мы напоминаем, что единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19 – это вакцинация. Желающие привиться могут позвонить в университетскую клинику по номеру 233-30-00. За подделку сертификата вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Мы дополнительно рассматривали комплекс мер, направленный на снижение напряженности эпидемиологической ситуации не только в целом в Российской Федерации, но и в отдельно взятых регионах страны. Особенностью текущего подъема является именно быстрый прирост числа заболевших, быстрое начало, и по этому показателю прироста мы опережаем прошлогодний период. В первую очередь, конечно же, это проблема, связанная с количеством вакцинированных пациентов, потому что основная масса сегодня всех заболевших – это люди, не прошедшие своевременную вакцинацию. Предлагается, первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможности введения нерабочих дней уже с этой субботы 23 октября 2021 года. Просто троллили в сети. Суд запретил объединение мужское государство, признав его экстремистским. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мужское государство – это российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма. Оно было создано Владиславом Позняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества ВКонтакте. Деятельность движения преимущественно осуществлялась в интернет-среде. Участники сообщества занимались кибербуллингом, угрозами, преследованием женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Однако угрозы никогда не выходили за рамки интернета. Объединение известно также атаками на целые ресторанные сети. Например, на Тануки, Вкус Вилл и не только. Многие сочли, что это, возможно, был заказ. Подозревали, что мужское государство не только за идею, но и за коммерцию. Решение о признании мужского государства экстремистской организации вынес Нижегородский областной суд. Произошло это 18 октября. Соответствующий иск поступил 12 октября от прокуратуры региона. Прокурор на заседание суда заявил, что сейчас деятельность мужского государства в основном ведется в телеграм-каналах. Там активисты распространяют информацию в целях возбуждения ненависти либо вражды. Закрытую группу во ВКонтакте сама соцсеть заблокировала еще в прошлом году за призывы к насильственным действиям. На момент блокировки в ней было более 150 человек. Субъекты, которые занимаются буллингом, травлей, троллем, они ищут какие-то недостатки, изъяны, дефекты. И в ориентации, и еще в чем-либо. И это, так сказать, их, такой, я бы сказал, главный прием нанести, так сказать, удар на какое-то слабое место. Основатель мужского государства не считает, что они нарушили закон. Ведь деятельность движения не выходила за пределы интернета, и его участники лишь пытались бороться с пропагандой ЛГБТ среди детей. Теперь основателям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Однако это, как правило, не касается рядовых участников. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Дарья Стрелкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok